Ваше Блаженство, Блаженнейший Владыка, Ваше Высокопреосвященство, Преосвященство, Всечестные Отцы, Боголюбивые Пастыри Святой Христовой Церкви, Святой Праведный Иоанн Кронштадтский говорил, «Помни, Господь дает по сердцу, какое сердце, такой и дар! Осознавая же свою немощь, недостоинство и бессилие, призываю всемогущего Бога, Пречистую Богородицу, Преподобных Отцев наших Печерских и всех святых себе в помощь, чтобы принять этот воистину великий дар! Милостью Божией смиренно предстаю перед Вами, Владыка и Отец, призываемый Вашим Блаженством и Священным Синодом к архиерейскому служению Церкви Божией, чтобы принести свое искреннее исповедание и благодарность за оказанное мне высокое доверие. Не смею помыслить себя достойным всего сана, сознавая греховность свою, но боюсь и отрекаться от него, слыша слова Господни, обращенные к согрешившему, но кающемуся Петру, «Аще любишь и меня, паси, агнцы моя, паси, овцы моя!» Священным волнением наполнено мое сердце, и именно в эти минуты я говорю, страх и трепет прииди на мя, потому что большой груз ответственности возлагается на меня. Этого призвания страшились и всячески уклонялись от него великие отцы, святые архипастыри Церкви Христовой, почитая себя недостойными вступить на путь святительского служения в образе Христа, архиерея истинного, принесшего себя Богу и Отцу, на алтаре крестном жертву живу непорочну. Они осознавали свою немощь, взирая на предстоящее служение, которое может быть лишь жертвенным и бескорыстным. Теперь же, вступая на этот новый жизненный путь, я смиренно осознаю, что он есть путь продолжения высокого апостольского служения по образу и заповеди Христа Спасителя, снесшедшего на землю, не допослужат ему, но послужите и даште душу свою избавление за многих. В глубине души слышу божественные слова, некогда сказанные пророку Исаии. Ты мой раб, я избрал тебя и не отвергу тебя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Истинные двери всегда открыты, но люди бьются в двери, нарисованные на стене ими самими. Задача же епископа не только указать им путь к истинным дверям, но и удержать их на нем, что в наше время является миссией почти невыполнимой, поскольку болезненный дух нашего времени требует длительного и сложного лечения. Пастыр и начальник Господь требует от нас прежде всего любви к пастве своей и любви самоотверженной. Добрый пастырь живет не своей жизнью, но жизнью своих посомых, чьи радости и печали осознает и чувствует, как свои собственные. Поэтому не о силе молю Господа, ибо сила Божия в немощи совершается, а о любви, рождающейся в смиренном сердце, являющейся единственным источником ведения, премудрости и рассуждения. Учитывая большую ответственность, полностью отдаю себя служению высшим целям человеческой жизни и дотворит Господь волю свою на мне всегда и во всем. Благодарю Господа, Его Пречистую Матерь и всех святых за их милость, заботу и направление на путь моего спасения. Мое сердце особенно преисполнено благодарности и благовения пред вами, ваше блаженство. Благодарю Вас за отеческую любовь, которой я не достоин, но постоянно получаю от Вас на протяжении многих лет несения моего послушания под Вашим первосвятительским амафором. Сынов непризнательностью приношу Вам слова огромной благодарности за Ваше руководство и покровительство, за Вашу освящающую молитву и личный пример непорочного святительства. Вижу Вас недостижимый для себя образец истинного архипастря Церкви Божией. Искренне благодарен Высокопроисвященнейшему Павлу, митрополиту Выжгородскому и Чернобыльскому, наместнику Киево-Печерской лавры за милость, поддержку и наставление на пути становления меня как монаха и священнослужителя. Через возложение Ваших благословенных рук Господь сподобил меня принять монашеский постриг и благодать священства. Вы были здесь для меня справедливым, любящим отцом, духовным руководителем моего монашеского служения и наставником, который воспитывал, заботился обо мне и окружал меня своим благоволением, терпением, любовью, доверием и действенной поддержкой. Воистину, великая радость быть соработником у того, с кем находишься в полном единстве и мыслей, и взглядов. Выражаю слова благодарности Высокопроисвященнейшему Антонию, митрополиту Бориспольскому и Броварскому, архипастерю высокой духовной жизни, под мудрым руководством которого я имел возможность приобрести определенный пастырский опыт и административные навыки в церковно-общественной деятельности. Особая благодарность всей братьев Киево-Печерской лавры за их любовь, наставление, поддержку в трудные минуты моей жизни. Вы являетесь для меня примером духовности и всегда будете моей семьей, в которой я вырос и стал тем, кем стал. Низкий вам поклон. В этот торжественный и ответственный для меня день я бы хотел обратиться со словами благодарности к своим родителям Александру и Валентине, с любовью воспитавшими меня, подавшими все свои душевные и телесные силы для того, чтобы я смог найти свое призвание в жизни, которое дали мне не только жизнь физическую, но и жизнь духовную, научив меня любить Бога и быть Ему верным. Благодарю также всех учителей школы, ректоров и преподавателей Одесской духовной семинарии и Киевской духовной академии и всех наставников и людей, которых я повстречал на своем жизненном пути. Ибо каждая встреча в нашей жизни не случайно опослана нам Богом, чтобы по капле взращивать и оберегать в нас тот духовный росток, определенный Господом, посредством которого мы и приходим к нашему предназначению в жизни. Приимите слова благодарности и любви всем, сегодня присутствующие здесь за помощь, поддержку и разделенные со мной радость, страх и трепет. С глубоким смирением и послушанием принимаю свое избрание на епископское служение как волю Божию и искренне верю в то, что Божественная благодать Святого Духа коснется меня через возложение Ваших святительских рук и укрепит на высокое и ответственное служение. Ваше блаженство, Богомудрые святители, смиренно прошу молитв обо мне грешном, чтобы Дух Святой сошел на меня и сила Всевышнего осенила мя. Надеюсь на силу благодати, которая призывается священно-действенными молитвами, чтобы служение мое было непорочное и вера нескверна. Обещаю вам, что сделаю все возможное, чтобы оправдать мне доверие.